Я хочу настоящий пояс и жду не дождусь до этого, а всем так огромное спасибо за все. Если тебе Фаридун скажет, что чемпион должен драться у себя на родине, ты готов принять этот бой в Таджикистане? В Травхат мы знакомы уже давно, когда по любительским карьерам начинали, проходили вместе сборы, много сборов проходили. Выбираем между боем Фаридуном Адиловым и Владимиром Минеевым какой выигрыш. Перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Горилла Энерджи. Благодаря им за моей спиной такой замечательный вид мы приехали сюда, чтобы осветить совместный турнир Найза и Игл ФС и записать огромное количество крутых интервью. Горилла Энерджи помогают огромному количеству бойцов, промоушенов, ну и нашей команде. Горилла Энерджи – наш любимый энергетик. Справа от меня чемпион Игл ФС. Таурен Ермеков, расскажи какие эмоции и титул наконец-то у тебя на плече. Всем огромное спасибо, рад, что на своей земле получилось выиграть временный пояс. Но я хочу настоящий пояс и жду не дождусь до этого. А всем так огромное спасибо за все. Когда должен состояться бой с Фаридуном Адиловым и каким образом собираешься его забирать? Сейчас в октагоне был разговор, то что хотят устроить в декабре в конце и может быть в Казахстане даже. А что по поводу соперника? Как думаешь, Фаридун Адилов там выше уровнем, Гамзата, ниже и самый сильный соперник в твоей карьере? Я не скажу, что кто-то сильный, кто-то не сильный. Все, которые были до этого соперники, помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Всем огромное спасибо, конечно. А с Фаридуном посмотрим. Он тоже неплохой боец, чемпион. Не просто так. Поэтому я готов решить этот вопрос. Скажи пару слов про Гамзата Хиромагомедова. Этот парень, кроме того, что сейчас дал тебе достойную рубку в клетке, еще и сделал этот бой очень интересным. Был какой-то треш-ток и этот бой ждали больше всего на турнире. Да, спасибо Гамзату, что раскрутил этот бой. Я сам, так сказать, неактивный. В плане там даже в Инстаграме. Как бы не все это люблю вести. А Гамзат любит, ну не то, что, может, он сам такой человек. Говорит, как есть. Поэтому его не изменить. Но спасибо ему, что закатили такой бой. Я, конечно, ожидал большего. Думал, пять раундов побьемся, порубимся. Но я смотрел, после первого раунда он уже подсел функционально. Может, климат, может, погода как-то повлияла на него. А удивила вообще его челюсть, потому что ты один раз прям очень хорошо попал. А я не почувствовал, что я попал. Я голову поднял, смотрел он уже на канвасе. Вижу, что он не может найти меня. Глаза закатились и я пошел вперед уже. Расскажи про ситуацию в самом конце, когда ты добивал Гамзата. Ты добивал его в его углу. Его угловые ему говорили. Я, как видел, они просили рефери не останавливать поединок. И плюс побежал в угол Дархана. Не знаю, видел ты вообще все это? Не, я его Дархана не видел, но я был в углу их. И его секунды докручали, вставай. Он что-то голову поднял, что-то, не знаю, сказал сейчас. Либо что-то головой покрутил, но не смог встать. Ну, потому что держал, контролировал. И ему тяжело было встать. Я добивал. Думал, судья пораньше остановит. Ну, пришлось побольше ударов сделать. И какой был твой самый эмоциональный бой вообще в твоей жизни? Ну, перед своим народом, конечно, не хотелось бы упасть. Децом в грязь. И кровь с носа. Надо было побеждать. И я это сделал, я это доказал. Поэтому я рад. Еще расскажи про Гамзата немножко. У тебя до этого было много соперников. 84 килограмма мощных. И сейчас Гамзат приехал в день взвешивания. Многие увидели, что он не слишком большой. Что по его физической силе, если сравнивать с другими соперниками? Ну, мы когда бились в 2015 году, он, конечно, физически мощнее был у меня. Даже когда партер переводил, я не смог встать. А здесь сейчас получилось, наоборот, как бы вернул должок за ту ситуацию. Физически, конечно, он не слабый. Потому что где он тренируется, в клубе Горьц, там 7-7 и выше. Многие сильные бойцы там тренируются. Поэтому я не сказал, что там слабый какой-то физически. Если сейчас не получится с Фридуном Адиловым, совсем скоро будет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Интересен ли тебе реванш с Владимиром Минеевым? У тебя пояс снова на плече, у него пояс АМС Файтнайтс? Конечно. После его, после с ним боя мы, а я уже как бы кардинально пересмотрел свой, как бы, тренировочный процесс. И я после этого как бы изменился, доказал. И, конечно, не против реваншу. Реванш, мне кажется, был бы совсем другой исход боя. А чем бы ты объяснил, что тот бой ты не смог хорошо, так скажем, провести? Ну, здесь свои причины, конечно. Конечно, не хотелось бы на кого-то, конечно, как сказать, накидывать свои эти проблемы. Но были какие-то свои проблемы, и только винил себя в этом. Сейчас, если реванш будет, я отвечаю, обещаю, что будет совсем другой исход. Выбирай между боем Фридуном Адиловым и Владимиром Минеевым. Какой выберешь? Насчет... Ну, если у тебя будет выбор подраться с Фридуном Адиловым за объединительный пояс Игла ФС или с Владимиром Минеевым на турнире памяти об Луманапно Румагомедова. Кто первым будет готов к бою, я согласен. А если бы вы могли выбирать между Минеевым и Адиловым? Конечно, за полгода мне хотелось бы еще два боя провести. До конца года я мог бы спокойно провести два боя. И с тем, и с другим? И с тем, и с другим. Мы уже знаем, что несколько лет назад, помним, он как-то становился временным чемпионом GFC. Сейчас ситуация несколько иная. Тогда, по сути, ты не проигрывал тот пояс, но так случилось. Как ты считаешь, вообще, за эти три года много ли поменялось? Насколько ты эволюционировал свою форму? Конечно, поменялось много. Тогда была другая организация GFC. Сейчас уже Eagle FC. Уже второй пояс временный. Поэтому хотелось бы... Но, по сути, мы должны были с Фаридуном здесь побиться. Я не знаю, почему он отказался. Может, раз у него не получилось в Казахстане выиграть, когда он здесь был с Шафхатом, бой у них. Может, из-за этого подстраховался. Хотел посмотреть между мной и Гамзатом, кто окажется сильнее. И, ну, может, какая-то у него своя, может, аналитика. Поэтому... Как разговор с Хабибом после боя у вас был? Что за разговор? Что сказал Хабиб? Хабиб поздравил. Сказал, что я заслужил. Он знает, как я пашу, как я пахал. Самого себя отдавал в этот процесс. И он знает, потому что Шамиль был в моих тренировочных процессах. И он свидетель. Если тебе Фаридун скажет, что чемпион должен драться у себя на родине, ты готов принять этот бой в Таджикистане? Спокойно. Я, наоборот, люблю не дома драться. Мне легче выездные соревнования. Поэтому я выйду без проблем. Но при этом, можно сказать, я думаю, что это бой все твой самый артист за последнее время. Уж точно. Тем не менее, он прошел дома. Ну, да. То, что такой боец, который, как сказать, считает себя гангстером. И хотел во всей красе показать себя в этой стороне. Но не получилось. Бывает такое в спорте. Сабиб, когда в последний раз общался, перед боем было? Конечно, было, да. Что, поделись, пожалуйста, разговором с ним. Разговор был. Работает, ну, делать свое дело. И, как бы, не отходить от плана. План был пять раундов, да? План был, да, пять раундов. Чтобы мы думали, что после второго, третьего раунда он проседит функционально. И там начинал разбирать. Ну, ты вообще сам почувствовал, да, что вот после твоего удара, когда он уже просил, что, так скажем, у тебя преимущество хорошее появилось? Да, да. Он начал подсаживаться, да, функционально. После именно этого удара. Но я потом еще раз после этого хорошо попадал. На второй раунд, когда выходили, ты почувствовал, что он уже, ну, все, уже твой? Да, потому что он уже не такой активен был. Он стоял на месте. И я уже решил перевести его в борьбу и там же закончить бой. Дуриан, слушай, а если будет бой с Фридуном Адиловым, ты подключишь к тренировочному процессу Шавката Рахмонова, который уже имеет опыт победы над ним? Изначально, когда организовывался этот турнир, мы думали, что будет с Фридуном. Я уже тогда готовился к Шавкатам. Мы были на сборах в горах, а он готовился к своему бою. Последнему с Нейл Мэгни. Мы готовились в горах и помогали друг другу. Если, конечно, если с Фридуном состоится бой, я буду тренироваться. У них часто проходят сборы в горах у Шавката. Я подключусь к нему. А кто бы ты характеризовал бы Шавката как бойца? Вот просто, буквально, в двух словах. Ну, чтобы все поняли. Шавкат, мы знакомы уже давно, когда по любительским карьерам начинали. Проходили вместе сборы, много сборов проходили мы. Шавкат трудолюбивый, не сдающий. С характером будет идти до конца. Хоть и даже у него, не знаю, сломается рука, но он пойдет до конца. А ты бы бывал на тренировках, что могли руку, грубо говоря, сломать, но он там не стучал условно? Не, такого не было, но я его знаю хорошо, знаю его характер, поэтому так и говорю. Дориан, и как должен пройти сегодня чемпионский вечер? Тебя сейчас ждут на выходе нашей юрты тысячи человек, наверное, ну, может быть, сотни. Они все захотят с тобой сфотографироваться. Ты сейчас будешь там в очереди стоять сфотографироваться или пойдешь домой? Как это пройдется? Конечно, с первого хотелось бы скупаться на море. Я уже сколько здесь, через окно смотрел и любовался, как люди купаются. И мечтал, я же просто нырнуть в море. Ну, да, моего отец еще два дня, так что буду наслаждаться этим моментом. Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляем тебя с победой. Друзья, подписаны на инстаграмм Дуэрен Ермекова. Он появится внизу экран, подписан на инстаграмм Телеграмм Вестник ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш ютуб канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.